И сказал он им, «Идите по усим свете и обвещайте Евангелие усякому створению». Евангелие по водле Марка. Евангелие по водле Марка. А 2009 год гэта милэниум назвы Литвы и добрая нагода звернуться до початка у державы. Милэниум евангельского послання на Литве. Рассейные по усёй Литве курганы – знак севой даунины. А прыгожые костёлы, які тут будавалі на протягу ста годзе, усвечыць пра яскравую хрыстіянскую спадшану країны. І пасёння гэта і святыні кранаюць наші сэрцы. І нагадуюць пра хрыстіянскую веру, якая визначала і визначая выяву і зупнаць країны. Музыка. 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 что христианская вера живе и моцнеет. Каля 8 тысяч молодых верников, шмат яких краин у Сходней и Заходней Европы, сустракались о розных костелах Вильнюса, кабуславить пана своими юнацкими песнями. Откуда мы сюда пришли, немае значение, бо и думки у нас однольковые, и бачим, да и разумеем Бога однольково. Сустрэша была отсудовная, неполторная, отчувала, что я с Богом, а Он со мной. Амаль по сяредине Германии, меж Лейпцигом и Ганновером, азнаходица Квэтлинбург, вельми важный свет к милениуму Литвы. Я ее имя у першыню узгадала у тысяча девятым годзе минавита хроника гэтэй местин. А узгадали имя Литвы у хроники тому, что непосредно каля литовской межи был забитый миссионер Святый Бруно. Квэтлинбург о хронике отзначалась. Святый Бруно, ведомый так само, как Бенифаций, арцибискуп и Мних, был забитый погансами на одиннадцатым годзе после своего навертания, четвертого саковика разом с 18 паплечниками на мяжи помеж Руссю и Литвою, и пайшоў у рай. Миссия Бруно, завершенная тысячу гадоў тому, адлюстравана ў фрэска пажа із ліццкага кляшнару, і гэта адзінае выява Святога Бруно на Литве. Аспакудниство Святого Бруно почалася евангелизација Литвы. Яку можна назвать хрэстителем Литвы, бо ён принес у нашу краину светло хрэстіянство. Историк доктор Даријус Баронас. Бруно сквердфурту Нарадзіўся 10 ў 974-ым годзе і паходзіць сямі графаў Саксал. По 20-гадоў ён скончыў учобу ў школі пры Магдыбургской катэдры і паступіў на службу да германскага императора. Пазніў узрушаны смерчў пражскага арцебискупа ад Альберта Войтака, Бруно ў Риме долучыўся да Бенедиктинцеў, отримав имя Бонифациў і став верником пана. У часы Бруно хрэстіянство распалшуўвалося ў Ширкі. Мешка Володар Польща был охрышчаны ў 966-ым годзе, Кијўскай Русь ў 988-ым, Венгријў ў 1000-ым. У 1904-ым годзе Бруно став арцебискупам ёвесником Евангелия во Усходнеј Европе. Бруно был мирным ёвесником Евангелия. Доктор Лиудас Йовайшагисторик. Йон да караў караля Германії за войну с Польщаў, і доводіў, што заміс того, каб војаваць миш сабою, хрэстіянам лепш трымацца разам і навярдаць паганцаў. А Бруно мирно выконывал свою мисіў, наведывал небеспечные краи, дежели вандровники на кшталт Печанегаў, ёзоставаўся жилуј. У 19-м годзе Бруно хрэстил Нетимера, Володара Балтол, аднак брату Нетимера Забидену гэта ниспадабаласе, ёон забиў Бруно з ёго 18 паплешниками. Пакутнікаў называўць семям хрэстіянства, бояны ахвяруюць жыццё за яго. Бруно был першым хрэстіянским семям, якой ўпала на литовскую глэбу. Бруно нас, секдамас крістаўс рагениму, сkelбті Евангелие iki жемјес пакрашч�иў, буво пирмоји, кајпшіоні бешеикла, нукритуси ё Лијтуво жеме. Незинот, когс бува ёо пакрикштіі тііў, тачаѯ турėјо праити дар дањ дарњ каѓа, кол Лијтуво ё, каѓа, кришчђнебес дађгай. Нес, та књі Евангеліос келее Лијтува, судрумсти, велиеснėјис амжијис, каѓа кариняј, кріж�Ѡуочўњўіњи, аднеšа дањ сумајштиј, по поводу крикшенического утверждения. А самое драматичное, что миссия Святого Бруна поспеху не мела, нам довелося изведать миссии из-за семьяншого кшталту, и тому некоторые люди аж до этого часу ставятся до христианства от молна. А первые походы крыжаков начали с конца 11-го года имели на мэти в избавление Ярусалима и Палистинной от турецких захопников.